Как сделать так, чтобы отца и детей между собой настроить или объединить, как сделать так, чтобы все, кто находится в семье, начали друг к другу хорошо относиться. Самый простой способ это представить, будто все они обнимаются. Вот если каждый день представлять, будто все между собой обнимаются и целуются, и крепко это делают, то обязательно все начинают мириться. Если муж не родной, а дети ваши, и он их все время строит, знайте, так бывает, и это, как правило, так и происходит. Это говорит о том, что кровь воюет, или они, как бы кланы воюют у них, духовные или душевные. Что это обозначает? Вот смотрите, каждый мужчина, он защищает своих собственных детей, то есть он, в нем есть такая особенность. Он, как человек-добытчик, как человек-защитник, у него включается некая такая система, в которых он хочет выгородить своих детей, выгородить свою кровь, сделать так, чтобы его кровь только жила. Как бы процесс выживания. А если рядом ваши дети, они не его, то он может это делать за счет угнетения этих детей. И это частое явление. И что необходимо сделать? Необходимо энергетически подключить или смешать их кровь. Необходимо представить, будто в один тазик, допустим, подвешивайте мы сына мужа и ребенка, и в один тазик сливайте их кровь. После этого смешивайте и обратно в них ее заливаете. При этом, представляете, будто они ее залили. То есть смешали кровь, и они обратно эту кровь получили. Можно представить, что в них обратно эту кровь влили как-то. Таким образом, если это сделать, то смешать их кровь между собой, то эти люди будут хорошо друг к другу относиться. Если вам необходимо более подробный данный метод, и вы хотите его более подробно и профессионально делать, а не так, как я сейчас сказал, вам необходимо пройти первую обновленную ступень. Я об этом все рассказываю.